Татьяна Лукашевич. Англичане в шоке. Легендарного дерева Робина Гуда больше нет. Знаменитый 300-летний платан, которым так гордился национальный парк Нор-Тумберленд, обнаружили упавшим, а точнее спиленным. Конечно, вызвали полицию. Началось расследование. И злоумышленника нашли. Им оказался 16-летний подросток. Пока его арестовали по подозрению в разрушении национальной достопримечательности, дерево было одним из самых фотографируемых в Великобритании. В фильме «Робин Гуд. Принц воров» именно оно выступало в роли дуба Шервудского леса. Душевное страдание залечит время, а вот боль физическую, неприятные ощущения в области запястья часто возникают у офисных работников, музыкантов и портных. Можно ли справиться с распространенным профессиональным недугом без врачей и медикаментов, выяснял Сергей Егоров. Для джазового исполнителя одним из самых сложных приемов является длительный пассаж, когда гармония переходит одна в другую. Вот прямой укажу. Особенностями такого пассажа является специфическая нагрузка, которой подвергается кисть музыканта. Несмотря на то, что пальцы быстро перемещаются по клавишам, совершая десятки разнообразных ударов, лучезапястный сустав своего положения практически не меняет. Из-за этого в области кисти начинает накапливаться статическое напряжение, которое с годами превращается в болевые ощущения. После полуторачасового концерта периодически возникают ощущения натяжения внутри кисти, то есть не в самих пальцах, а вот здесь вот. Вот здесь именно на мышцах и на нервах. Обычно творческие люди не придают особого значения малозаметным недомоганиям. А зря. Подобные ощущения являются признаком так называемого туннельного синдрома. От этого заболевания сегодня страдают около 3% жителей Земли. От профессиональных хирургов и музыкантов и до обычных офисных работников и любителей компьютерных игр. Что ж такое туннельный синдром? Вот здесь у нас существует так называемый туннель, через который проходит нерв. И когда мы очень долго сидим, у нас мышцы спазмируются кисти и пережимают этот нерв. И начинаются все вот эти неприятности с нашими онемениями, зудами, ночными болями. Это не только когда мы сидим за компьютером. И поэтому это все связано с тем, что кисть у нас не двигается. Ну а дальше это все поднимается к локтю. Это может у нас отражаться дальше на боли в шее, в шейно-воротниковой зоне. Основой профилактики лечения туннельного синдрома является изменение привычного двигательного стереотипа. Иначе говоря, специальная физкульт-минутка из пяти упражнений, которую в идеале следует выполнять каждые полчаса работы за компьютером. Упражнение «пружина» поможет обеспечить отток кровотока от наших кистей и пальцев. Чтобы сделать пружину, мы собираем из пальчика вот такую конструкцию, напрягаем их и начинаем давить сопротивлением друг на друга. И чувствуем, как у нас как раз внутри ладошки возникает напряжение и появляется тепло. И тепло и напряжение появляются аж до локтевых суставов. Сделали мы это упражнение, сделали отток, а теперь нам нужно растянуть. Для растяжки воспользуемся базовыми практиками из йоги. Первое – кистевой замок над головой. В идеале выполнять упражнение, стоя у стены. Уложить поясницу на стену. Для этого можно присохнуть ноги, развернуть таз, прижать поясницу, отпустить плечи к стене и выпрямить ноги, скользя по стене вверх. И затем перепрести пальцы рук перед собой, развернуть ладони вперед, направить плечи назад и вниз стены к локте. И поднимать руки вверх, не поднимая плечи к ушам. Так можно остаться на 30 секунд. Если стоит задача восстановить подвижность не только кистей, но и всего плечевого пояса, с ним у офисных работников обычно тоже проблемы, то кистевой замок над головой будет полезно дополнить замком за спиной. Конечно, в отличие от предыдущего движения, замок за спиной – упражнение продвинутого уровня, которое не у каждого получится сразу. Поэтому для его освоения большинству людей придется воспользоваться некоторыми хитростями. Вот смотрите, у вас руки за спиной складываются прямо в какой-то идеальный замок. Но что делать людям, которых в простонародье называют деревянными? У нас в йоге таких называют буратино. Таким нужно взять ремень и захватить ремень за спиной руками. Складывайте руки. И потихонечку подъедайте руками ремень. И сближайте руки, как будто вы хотите разорвать ремень руками. Втягивайте лопатки, дышите, пожалуйста. Мне кажется, скорее ремень разорвется, чем мои руки соединятся за спиной. Еще одним крайне полезным спортивным снарядом для тренировки кисти может стать самая обычная офисная кружка. Берем кружку, зажимаем таким образом, чуть-чуть надавливая. И делаем движение. Сгибаем запястье, разгибаем. Сгибаем, разгибаем. И делаем так как минимум 10 раз. Таким образом мы прорабатываем и запястье, и мышцы, сгибатели. Если верить кинезиотерапевтам, то заниматься профилактикой туннельного синдрома нужно комплексно. Начинать физкульт-минутку лучше с крупных мышц плечевого пояса, а заканчивать проработкой самых маленьких мышц и суставов. Все пальчики широко. И мы начинаем сгибать только верхние фаланги каждого пальца. Здесь у нас работают короткие сгибатели и короткие разгибатели. Старайтесь до конца сгибать и до конца разгибать пальцы. И делаем 10-15 повторений. После этого мы переходим уже к длинным сгибателям и разгибателям. То есть мы сжимаем полностью кулачок. Помимо профилактики туннельного синдрома, у подобных упражнений есть и другой приятный бонус. Научно доказано, что люди, регулярно выполняющие гимнастику, задействующую как отдельные пальцы, так и кисть в целом, реже страдают болезнью Альцгеймера.